Ребята, всем привет! Лев Николаевич Толстой и музыка – это тема многогранная. Уже в юношеском дневнике 1847 года он писал, что одной из главных его жизненных целей является цель совершенства в музыке и живописи. Эти волновавшие Толстого вопросы стали предметом его осмысления в его будущем трактате «Что такое искусство?», также в его книговых записках и письмах. Сегодня я немножко расскажу об этом увлечении поподробнее, и если вам интересно, оставайтесь со мной. В юности Лев Николаевич Толстой занимался музыкой очень серьезно. Он часами просиживал за инструментом, но не был профессиональным музыкантом. Ясную Поляну в свое время посещали известные композиторы и исполнители конца XIX – начала XX веков, среди которых были Танеев, Гальденвезер, Чайковский, Оренский. В московском доме Толстого бывали Антон Рубинштейн, Шаляпин, Скрябин. Сохранились очень ценные воспоминания сына Толстого, Сергея Львовича, которые называются «Очерки былого». Также мемуарная книга Гальденвезера «Вблизи Толстого», в которой характеризуются интересные нам музыкальные вкусы писателя, его пристрастии и антипатии. И также в этом отношении очень цена книга Ромена Ролана из серии «Жизни великих людей» про Льва Толстого, в которой в частности описаны отношения писателя к творчеству Бетховена. Итак, Толстого очень занимала философская природа музыки. Он размышлял над вопросами, что такое музыка, почему звуки складываются в живой музыкальный организм, в чем тайна воздействия музыки на человека и над другими известными вопросами. Его музыкальный вкус был очень избирательный. Среди его любимых классических композиторов был Гайден, Вебер, Моцарт, Шопен, Бетховен, Шуберт, Шуман, Штраус, Верди и Миндельсон. Ромен Ролан в своем исследовании писал, что Толстой, цитирую, «твердо придерживается той музыки, которая уже была признана классической в 40-х годах. Не признает никого из последующих композиторов, за исключением Чайковского, музыка которого повергает его в слезы». В своих воспоминаниях Гальденвезер от 1900 года приводит высказывания Толстого, цитирую, Лев Николаевич опять говорил о своем отрицательном отношении к современной усложненной музыке. Он сказал, «Я тоже искусился в теперешних диссонансах, но это все извращение вкуса». Современный композитор возьмет какую-нибудь иногда и милую музыкальную мысль и ворочает ее без конца и меры, соединяет с другими темами, и когда, наконец, опять повторит просто, то хочется сказать «Слава Богу». Уже с юношеских лет в письмах Толстого наиболее часто упоминается имя Бетховена. С немецким композитором у Толстого были непростые отношения. Музыка Бетховена внушала Толстому сложные чувства, одновременно радости и ужаса. И чем старше становился Толстой, тем больше он боялся влияния музыки вообще и музыки Бетховена в частности. В своем трактате «Что такое искусство» Толстой высказывается о Бетховене негативно по поводу со всех выдуманных, недоделанных и потому часто бессмысленных, непонятных в музыкальном смысле произведений, которые пишет глухой Бетховен. И такое выраженное Толстым сомнение в гениальности Бетховена в свое время оскорбило Петра Ильича Чайковского и после охладило его прежнее отношение к писателю. Но все же Толстой по-своему любил Бетховена. Он-то точно ценил, во всяком случае, те страсти в музыке глухого Бетховена, которые сейчас не чувствует большинство современных слушателей. И поэтому ненависть Толстого была бы скорее приятнее Бетховену, чем любовь теперешних его поклонников, в кавычках. Просто Толстой не был к Бетховену равнодушен. Франц Шуберт – еще один композитор эпохи романтизма. Он, как и Бетховен, творил на стыке эры классицизма и романтизма. Его отличительной чертой творчества являлось мелодическое богатство, и наиболее хорошо это ощутимо в его песнях. Шуберт, к слову, написал более 600 песен для голоса и фортепиана. Гальденвезер, знаменитый педагог и пианист, оставил в записях неоднозначную оценку Толстого, которую он дает музыке Шуберта. Итак, давайте процитирую. Мы играли в шахматы на террасе, а в зале пела Софья Николаевна «Странник Шуберта». Лев Николаевич сказал, «Ах, этот Шуберт, много он вреда наделал, я спросил, чем?» А тем, что у него была высшей степени способность соответствия между поэтическим содержанием текста и характером музыки. Эта редкая его способность породила множество подделок музыки под поэтическое содержание, а это отвратительный род искусства. Но все же в большинстве своем Толстой признавал Шуберта и его гений создавать редкую гармонию между музыкой и текстом без умоления первой в пользу второго. И, наконец, Шопен. Толстой страстно любил Фредерика Шопена, он был в числе его первых русских ценителей. Он не раз говорил, что музыка Шопена вызывает не уныние, а волю к жизни. Она трогала его до слез, присущие ей певучестью даже в самых мелких вещах. По воспоминаниям Гальденвейзера, Толстой воспринимал Шопена прежде всего как национального композитора. Он говорил, цитирую, «Вот за это одно можно поляков любить, что у них Шопен был». Творчество Шопена Толстой противопоставлял усложненной современной музыке. Подчеркивал, что в фортепианном стиле Шопена нет ничего лишнего. К его произведениям, релюдиям, баллонезам, ноктюрным, мазуркам, балладам ничего нельзя прибавить и убавить. По его мнению, польскому композитору удалось избежать в музыке двух крайностей – пошлости и изысканности. Толстой писал, например, Моцарт, которого я так люблю, впадает иногда в пошлость, ну и поднимается зато потом на необыкновенную высоту. Недостаток Шумана – изысканность. Из этих двух недостатков изысканность хуже пошлости, хотя бы потому, что от нее труднее освободиться. Величие Шопена в том, что, как бы он ни был прост, никогда он не впадает в пошлость, и самые сложные его сочинения не бывают изысканы. Однажды, прослушав музыку Шопена в исполнении Гальденвезера, Толстой высказал мысль, что народ не понимает ученой классической музыки его любимых композиторов Шопена, Гайдена, Моцарта. Иногда он даже приглашал к себе крестьян и просил кого-нибудь из домашних сыграть для них. Ну, а крестьяне обычно осознавались, что не понимают такой музыки. Но уже в поздний период классическую музыку и даже любимого Шопена Толстой склонен был воспринимать только как развлечение высшего класса, проявление присыщенности, преступных наслаждений на фоне тяжелой жизни трудового народа. Его сомнения в ценности классической музыки, которые доходили до ее неприятия Толстым, выражены такими словами. Цитирую. Вы все здесь, семь-восемь здоровых молодых мужчин и женщин, спали до десяти часов, пили, ели, едите еще и играете, и рассуждаете про музыку. А там, откуда я сейчас пришел с Борисом Александровичем, встали с трех часов утра, другие и не спали в ночном. И старые, больные, слабые, дети, женщины с грудными и беременные из последних сил работают, чтобы плоды их трудов проживали мы здесь. И мало этого. Сейчас одного из них, последнего, единственного работника в семье, сейчас стащат в тюрьму за то, что он в так называемом «моем лесу» срубил весной одну из ста тысяч елок, которые растут там, а мы здесь, обмытые, одетые, бросив по спальням наши нечистоты на заботу рабов, едим, пьем, рассуждаем про Шумана и Шопена, который больше нас не трогает, разгоняет нашу скуку. Ну, подумайте, разве можно так жить? Толстой негативно воспринимал музыку Ференса Листа. Лист считается автором термина «программная музыка» и является создателем ряда симфонических поэм, которые также принято относить к программной музыке, то есть музыке, написанной на литературную тему. В произведениях Листа Толстой не находил простоты выражения музыкальной мысли и о симфонических поэмах Листа говорил так. Нет, это нехорошая музыка. У Листа отсутствует эта особенность старых мастеров, эта законченность, ясность целого, когда чувствуешь, что так должно, иначе быть не может. А у него все выдумано, неясно. Однажды в беседе Толстой высказал мысль о границах восприятия музыки, сравнив народную песню с музыкой Моцарта, Бетховена, Шопена с одной стороны и произведениями Баха и Вагнера с другой. Он писал, цитирую, «Основание горы широко. Широк и слой людей, способных понимать народную музыку, народную песню». Моцарт, Бетховен, Шопен стоят уже выше. Их музыка сложнее, интереснее. Ценителей ее тоже очень много, но все же не так много, как первых. Количество их изобразится средней частью горы. Дальше идут Бах, Вагнер. Круг их ценителей еще уже, как и уже верхняя часть горы. А в конце концов появится музыкант, который только сам себя и будет понимать. Вот так вот наглядно он выразил свое субъективное понимание музыкальных границ восприятия. По словам сына писателя Сергея Львовича, Толстой ценил в музыке не гармонию, а больше мелодию. По словам его сына, Толстой любил музыку энергичную, преимущественно мажорного характера. Гармонию, контрапункт и разработку он чувствовал лишь постольку, поскольку этим оттенялась мелодическая канва пьесы. В фуге он находил вообще искусственным и скучным родом музыки. Вообще-то, наверное, поэтому Бах соседствовал у него рядом с Вагнером. Также Толстой не любил оркестровое исполнение, в частности симфоний и опер. В симфонии Толстой предпочитал слушать фортепианом исполнении в четыре руки, и все из-за того, что при многих исполнителях, по его мнению, утрачивается чистота звука. Его сравнение чистой инструментальной музыки с оперным исполнением сохранилось в записи Гальденвезера. Давайте процитирую. Насколько опера ниже чистой музыки? В ней к музыке примешиваются посторонние элементы, так и драма, низший рот произведений литературы. Кроме того, мне лично мешает, что я всегда чувствую механизм этого. Я вижу, как это сделано, как автор подгоняет действия к нескольким моментам, в которые совершается все то, что ему нужно. Давайте немного поясню. Здесь речь идет о неизбежной условности оперного спектакля и посторонних элементов в нем, видимо, мешающих Толстому воспринимать главное для него музыку. Но к некоторым операм Толстой все же относился благосклонно. Из опер Толстого восхищали «Дон Жуан» и «Волшебная флейта» Моцарта, а также «Сивильский цирюльник» Рассини. В них он находил ту самую гармонию музыки и драматического действия, а уже в новых операх того же Вагнера, к примеру, он этого не находил. Толстой в принципе принадлежал критикам творчества Вагнера. Оперная и симфоническая музыка Вагнера отталкивала Толстого своей чрезмерной усложненностью. В современных операх и симфониях Толстой также видел недопустимый с его точки зрения синтез искусств, музыки и драмы. При таком смешении, как он считал, музыке отводится лишь подчиненное место, она приобретает не свойственное ей программное, то лишь изобразительное значение. Толстой выражался даже так, цитирую, опера – это совершенно фальшивый род искусства. И вот, кстати, яркий пример на это утверждение. Так, 18 апреля 1896 года Толстой в Большом театре слушал оперу Вагнера Зигфрид. На другой день он написал своему сыну. Цитирую. «Вчера же вечером был в театре, слушал знаменитую новую музыку Вагнера Зигфрид – опера. Я не мог высидеть одного акта и выскочил оттуда как бешеный, и теперь не могу даже спокойно говорить про это. Это глупый, негодящийся для детей старше семи лет балаган, с претензией, притворством, фальшью сплошной. И музыки никакой. И несколько тысяч человек сидят и восхищаются. Может быть, от того, что я с молоду испортился, но все-таки несравненно больше музыкант тот, кто отвергает и Бетховена, чем тот, кто допускает Вагнера». Толстой, кстати, очень холодно относился и к русской музыкальной школе, сложившейся в XIX веке, в частности, к «Могучей кучке». Нелюбовь Толстого к русскому оперному искусству проявлялась, например, в его оценке оперы «Садко» римского Корсакова. Он называл ее глупой сказкой. А однажды, когда сын Толстого сыграл ему увертюру из «Руслана и Людмилы» клинки, Толстой прокомментировал это так. «Хорошо, но это не первый сорт». Короче говоря, он сохранял свою верность немецко-австрийской и итальянской музыке. Также очень необычно, что Толстой находил аналогии между музыкой и литературой. Он неоднократно сравнивал Шопена с Пушкиным. Однажды, после того, как сын писателя Сергей Львович исполнил несколько русских народных песен и некоторые произведения Шопена, Толстой сказал «Вот эта музыка, имея в виду народную, это Тютчевы, Шопен – Пушкин, а ваши Григи – это Федор Сологуб». Наряду с классической музыкой Толстой любил и народное музыкальное творчество. Так, например, в 1876 году Толстой поставил Чайковскому для музыкальной обработки сборник Кирши Данилова, который называется «Древние российские стихотворения». Текст с нотами и подписал «Посылаю вам, дорогой Петр Ильич, песни. Это удивительное сокровище в ваших руках. Но ради Бога! Обработайте их и пользуйтесь ими в моцартовско-гайденовском роде, а не в Бетховена-Шумана-Берлиоза искусственном, ищущем неожиданного». И закончить это видео я хочу его цитатой. Я должен сказать, что вся эта цивилизация, пусть она исчезнет к чертовой матери, но музыку жалко. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!